Уважаемые, любимые братья, если мы хотим хорошо относиться к родителям, если кто-то из нас плохо относился к родителям или где-то не додавал то, что нужно додавать нашим родителям, то есть азбаб, и хочет измениться в лучшую сторону, и все мы пытаемся всю нашу жизнь лучше и лучше становиться перед Аллахом, есть причины. Первое, чтобы лучше относиться к родителям, просить дуа, о мой Господь, сделай так, чтобы я хорошо относился к своим родителям. И прибегаю к тебе от того, чтобы я плохо относился к своим родителям. Второе, прочувствуй сердцем, то, что твои родители пока живы, но это не вечно. Придет день, когда человек потеряет свою маму, придет день, когда человек потеряет своего папу, будет мыть своего папу, дочь будет смыть свою маму, придет день, когда ты возьмешь своего папу на носилках, прочитаешь за него джаназе, придет день, когда ты спущишься в могилу, чтобы опустить своего отца. придет день, когда ты спущишься в могилу, чтобы положить своего отца в ляхет. Это не вечно, брат мой. Наши родители не вечны. Поэтому, если ты хочешь лучше относиться к родителям, вспомни об этом дне, когда он придет, кому-то из нас он пришел. Вспомни об этом дне. И Дуния быстро прилетает. Поэтому, если кто-то из нас видит, родители еще перед нами, смотрят на них, радуются, они радуются, улыбаются тебе в лицо. Валлахи, ты в великой милости. Ты самый богатый. Ты самый богатый. Сейчас скажи людям, которые есть миллионы долларов, сколько бы ты отдал, чтобы папу увидеть на пять минут, почувствовать его запах? Сколько бы ты отдал? С каждой сам себя проси. Валлахи, все бы отдал. Пять минут посидеть рядом с папой. Пять минут посидеть рядом с мамой. Обнять его, обнять ее. Почувствовать ее запах. Прочувствовать ее любящее сердце. Никто тебя так не любит. Ни дети, ни супруга. Никто, как любит тебя мама. Никто тебя не любит так, как тебе нисходительно относился твой отец. Поэтому, если твои родители живы, то ты в великой милости. Третье. Чувствуй. Если ты видишь то, что ты хорошо относишься к своим родителям, ты видишь, ты чувствуешь, что ты хорошо относишься к своим родителям, значит, Аллах тебя любит. Чувствуй любовь Аллаха к тебе. Почему? Потому что Аллах тебя не любил бы, не сделал бы тебя из тех, которые бы ты хорошо относился к своим родителям. Есть преграды. Часто к нам в мечеть приходят братья, говорят, Субханаллах, брат, хазрат, имам, шейх, брат, я, Субханаллах, намаз читаю, я пощусь. Отец плохо ко мне относится. То есть ему не нравится мой намаз, ему не нравится моя борода, ему не нравится что-то. То есть я с ним все порвал отношения, я с ним не общаюсь и так далее. Субханаллах, в этот момент я говорю, уважаемый брат, сделай собр. Ты не прав, Субханаллах, сделай собр. Не оставляй намаз, не предавай Аллаху, Субханаллах, товарищи, но также продолжай хорошо относиться к своему отцу. Если тебя Аллах испытал с такими родителями жесткими по отношению к тебе. Это еще больше блага Аллах хочет по отношению к тебе, нежели бы они были мягкими по отношению к тебе. Ты им делаешь хорошее, они тебя в ответ зло. Ты им даешь что-то, они тебя прогоняют. В Аллах и в этот момент Аллах хочет возвысить тебя еще выше. Проявляй собор, и Аллах он даст тебе великую награду, и в этот момент жди и задумайся, какая великая награда будет в день суда за твоё вот это проявление собора по отношению к таким родителям. Поэтому Умар, рада Аллаху анху, Умар ибн Хаттаб, когда говорят, говорили Закару, Умар ибн Хаттаб, рада Аллаху анху, аннаху абуху кана шадидан алейхи, ваканан барранби. Его отец был жесткий по отношению к Умару ибн Хаттабу, но он продолжал хорошо относиться к своему отцу. В один момент Умар, рада Аллаху анху, уже после смерти отца, когда он стал халифой, пришел, увидел ваде Мекка, долины в Мекке, когда проходил, лег на землю, взял землю, и в этот момент сказал, Вот в этой долине я самому отцу Хаттабу брал его верблюдец и выводил их в верблюдец. Но однако, когда я приходил, отец был с жестким сердцем по отношению ко мне, всегда бил меня. Ученые говорят, смотрите, уважаемые братья, Аллах заменил ему, потому что хорошо относился даже в этом случае к своему отцу, то, что он стал один из праведных халифов, иман всех мусульман, всей уммы. Поэтому, может быть, этот праведный брат может быть, видит плохое отношение от отца, от мамы, сабр проявляй и жди великую награду от Аллаха, если родители не могут заметить твой ихсан, твою доброту, то Аллах всегда видит твою доброту. Если твой папа это не дооценил, если твоя мама не дооценил, есть тот, кто выше себе небес увидел это и зафиксировал это, субхану ва-те-аля. В этот момент ты знаешь то, что Аллах, субхану ва-те-аля, тебя хочет блага, потому что Он тебе даровал таких жестких родителей. И второе, что бывает, то, что отдаляет человека от того, чтобы хорошо относиться к своему папе, к своей маме, это плохие друзья. Субхану ва-те-аля, сколько братьев, мы знаем, хорошо относились к своим родителям, познакомились с ненужной компанией, где говорят, хуррия, как часто сейчас говорят, например, поехали учиться в Америку, в Англию, в Запад, в Аллахе-Азим, наши братья, ахли сунны валь-джама'а, у них были сыновья, аль-хамду-ля, которые хорошо относились к ним, клянусь Аллахом, приходят ко мне, говорят, отправил учиться на год в Америку, приехал, уже все у него, я свободный, я тебе не должен, раньше он ходил мне подавал чай, приносил, вперед меня не шел, уже все, даже не встает, когда я не захожу, как-то себя ведет вот так наравне. Вот если такой человек увидел, то, что у него появились такие друзья, или, о, моя сестра, которая сейчас находится, у тебя появилась такая подруга, которая тебе говорит, то, что ты сейчас уже взрослая, то можешь относиться наравне с своими родителями, и мне нужно хорошо относиться, это такая мода, на Западе так принято, то ты знай, что они тебя отдаляют от рая и приближают тебя к аду, то в этот момент таких друзей нужно оставлять и приближаться к Аллаху Субхану и Атаалиá через хорошее отношение по отношению к нашим родителям. Я, Ребю, прошу Аллаху Субхану и Атаалиá, чтобы дал нам возможность должным образом относиться к нашим родителям. Я, Аллаху Субхану Ва Та'ля, дай нам возможность радовать их при жизни. И Аллах Субхану Ва Та'ля, дай нам возможность радовать их после их смерти через наши дуа, через наши истыгтары, чтобы быть из тех людей, о которых Аллах Субхану Ва Та'ля сказал, это те, за то, что они относятся к своим родителям, это те люди, у которых я принял их дела и которым простил их грехи. И чтобы мы не были с вами, уважаемые братья и сестры, из тех людей, которые плохо относятся к своим родителям, о которых сказал Субхану Ва Та'ля, это те, который проклинал Аллах, сделал их слепыми и глухими.